На следующий день у него есть около четырех оффер. Мы можем посмотреть социальные сети «Человек». Мы это вырежем. Меня зовут Мария Фомина. Я работаю в компании JTI, Japan Tobacco International. Я занимаюсь подбором и адаптацией персонала. Нет, кадровик — это узкое направление HR-менеджмента, связанное с оформлением документации. Я бы назвала это так. На самом деле, HR-менеджер — это нечто большее, потому что он занимается не только вопросами, связанными с трудовым законодательством, но в большей степени это про карьеру и развитие сотрудника, про его правильное место в правильной компании. Хороший вопрос. Нет, правильных ответов не существует, потому что каждый ответ говорит о том, как ты мыслишь. Соответственно, не нужно бояться ответить неправильно на вопрос, какие там самые популярные вопросы, как засунуть слона в холодильник. Это всего лишь говорит о тебе как о личности и о твоих приоритетах, о твоих целях, о том, как ты можешь рассуждать, и в том числе ведешь себя в стрессовой ситуации. Да, такое иногда бывает. Мы можем посмотреть социальные сети человека, если это важно для его профессиональной карьеры, для его профессиональной деятельности. Например, если он будет много взаимодействовать с внешними поставщиками или с другими клиентами, то его позиционирование себя как личности в том числе важно. Плюс это зависит от конкретного менеджера, который подбирает себе сотрудника. Некоторые готовы оставить личную жизнь отдельно от работы и не обращать внимания на то, как человек ведет Инстаграм или Фейсбук. А кому-то это очень важно и интересно, потому что люди считают, что если человек ведет себя определенным образом в личной жизни, он не может вести себя по-другому на работе. Да, у нас есть некоторые психологические тестирования. Они скорее... Это даже не тестирование, а опросники, которые помогают определить тип личности и склонность тех или иных сотрудников к определенным вещам, в том числе в профессиональном плане. Например, если кому-то интереснее более точные данные и они склонны, например, более тактически смотреть на задачи, это один тип человека, кому-то могут быть интересны более стратегические задачи, которые, например, также могут быть связаны с точными данными или не связаны. И третий, условно, тип их значительно больше. Человек-человек, так называемый, тому, кому интересно оценивать, анализировать именно человека. Не обижайтесь. Такое бывает. Такое бывает не потому, что злой HR не хочет с вами общаться и рассказывать вам о том, что с вами произошло на собеседовании, как вы себя проявили. Возможно, это может происходить по нескольким причинам. У HR действительно может не быть сейчас конкретно времени, то есть у него очень много задач параллельно, и перезвонить, например, он HR хочет чуть позже, так, когда у него появится больше времени, чтобы дать более развернутую обратную связь. И плюс еще это может быть связано с тем, что этап отбора еще не завершен, и обратной связи еще как таковой нет. То есть вас все еще рассматривают как потенциального кандидата. Но если уж совсем не перезванивают, то это не ваша компания. Некоторые – да. Что подразумевается под фразой «смотрит диплом»? Смотрит ли он в соответствии твоего образования тому направлению, которое ты выбрал? Это не так принципиально. Важнее все-таки твои личные компетенции и твои навыки, которые у тебя есть на данный момент. Ну и самое главное, на самом деле, мотивация. Если ты закончил, ну, например, не знаю, механику и оптику, но ты понимаешь, что ты в душе невозможные чары, ты очень хочешь заниматься развитием талантов, нет ничего невозможного, нет преград, и уж точно твое образование не станет тебе помехой. Я знаю лайфхаки, но очень часто слишком могу передумать насчет этих лайфхаков и уйти не в ту, например, область или, например, слишком давить на какую-то определенную область, которая, может быть, не является приоритетной для кого-то. Ну, на самом деле, если Чарльз знает, как проводить интервью, он не обязательно знает, как его проходить достаточно хорошо, чтобы его точно взяли. И на самом деле, из опыта скажу честно, что если вы понимаете, что вы прошли интервью не очень хорошо, никогда не нужно расстраиваться, нужно сделать правильные выводы, что именно было не так. А если вы считаете, что вы, в принципе, ответили так, как вы чувствовали, это действительно были вы, но вам по какой-то причине отказали, это будет банальностью, но это правда не ваша компания, потому что вам будет там нехорошо, вам будет некомфортно в такой среде, в которой не принимает вас такими, какие есть вашу личность. Очень. Это одна из неприятных частей, действительно тяжелых частей работы, когда тебе нужно отказать человеку. Но, с другой стороны, это в то же время и часть, которая поможет человеку, потому что ты поможешь человеку в следующий раз, в следующей компании, например, пройти интервью лучше, указав на его какие-то, может быть, недочеты или какие-то его слабые места. На самом деле, интервью начинается с ресепшена, на моменте, когда я встречаю кандидата. Я смотрю на то, как он коммуницирует, как он взаимодействует, в том числе с девушкой, которая у нас на ресепшене, например, как он обращается ко мне, как мы идем, задает ли он какие-то вопросы. Это все, на самом деле, очень важно. И совет, интервью начинается с входа в дверь компании. Достаточно стандартные советы, которые существуют при создании резюме, они действительно работают. Нужно написать хорошее сопроводительное письмо, где вы отразите свои личные компетенции, которые у вас есть, вашу мотивацию. В самом резюме, в его тексте, вам нужно указать те базовые навыки, которыми вы обладаете, те задачи, которые вы выполняли в рамках того или иного проекта или работы, и ваши основные достижения. Это все очень важно, на это действительно обращают внимание. И такая структура резюме действительно поможет и HR-у не плавать в, скажем так, обилии информации, которую вы можете описать красивым и насказательным текстом, а как раз даст именно ту самую выжимку, которая нужна в резюме. Все-таки оно не зря так называется. Резюме. Быть собой. Первое интервью прошло, конечно же, очень стрессово, потому что, когда это твой первый опыт, и ты не знаешь, как ты себя поведешь в той или иной ситуации, какой еще могут задать вопрос, это действительно пугает. Руки дрожат. Ты уже начитался всех возможных статей в интернете о том, как правильно проходить интервью, какие вопросы могут задать. Ты несешь в голове информацию о том, что если тебя спросят про это, ты обязательно должен сказать то, а на интервью тебя спрашивают совершенно другое, а у тебя уже заготовленные ответы, и ты, конечно же, стрессуешь еще и от этого. Но в целом мое первое такое профессиональное интервью прошло очень весело, потому что я много рассказывала о своем родном городе, о себе, о том, как это мне помогло сейчас быть тем, кем я являюсь. И это зацепило, и я получила ту стажировку. Я прям даже ее помню. Все зависит от компании, в которую вы хотите попасть. Классику никто не отменял. Business Casual без, возможно, излишней формальности в виде черного низа-белого верха. Говорю я в черном низе-белом верхе, но тем не менее. То есть что-то не очень официозное, прям вот используя это слово, но и в то же время не растянутая футболка и джинсы с дырками. Хотя и эта форма может быть приемлемой, если вы идете в ту компанию, в высокотехнологичную компанию, например, где это действительно является стилем одежды. Узнать про компанию, прочитать, чем она вообще занимается, если это FMCG-компания, какие у нее есть бренды, в каких странах она представлена. Ну, в общем, прям поработать над вопросом компании, поработать над вопросом позиции, вакансии, на которую вы идете, обязательно еще раз прочитать, подготовить свои вопросы. И третья мотивация, зачем вам вообще и компания, и позиции работать, в принципе. Да, я слышала об этом, но не искала. Но, насколько мне известно, эта методика, этот способ сейчас очень популярен среди IT-рекрутеров, которые подбирают именно IT-специалистов, которые очень редко бывают доступны в открытых источниках, таких, как, например, Headhunter тот же самый, или даже LinkedIn. А вот в Тиндере можно встретить какого-нибудь Java-разработчика, который может concurrency, скажем так. Это реальный способ, да. Да, работает. Headhunter работает, но не для айтишников. Вот, айтишники... У айтишников очень перегретый рынок сейчас. Это рынок не... В принципе, тенденция к тому, что сейчас рынок кандидатский, а не рынок компаний. Но при этом у айтишников он настолько сильно кандидатский, что если айтишник укладывает свое резюме хотя бы в одном открытом источнике, примерно на следующий день у него есть около четырех офферов. Ну, если это хороший айтишник с редкими скиллами. Быть честным, быть открытым, но не перебарщивать. Тем, кто не хочет работать с людьми, кому интересны только строгие данные, кто не хочет разбираться в мотивации и поступках. Я желаю вам удачи при поиске вашей работы. ВОДОЛЖЕНИЕ 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 ВОДОЛ